Джонни Депп – известный американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Наибольшую известность получил благодаря ролям в фильмах Бертона, а также роли капитана Джека Воробья в фильмах «Пираты Карибского моря». Джонни Депп родился 9 июня 1963 года в Кентукки, США. Его отец был инженером-строителем, а мать работала официанткой. Прежде чем она встретила отца Джонни, она была замужем и у нее уже было двое детей. У Джонни Деппа есть одна родная старшая сестра Кристи. Мама была наполовину индианкой. Дедушка Деппа принадлежал к племени Чироки. Родители мальчика всегда были в движении. Когда парню было 15, он уже сменил несколько городов и более десятка домов. Его детство сложно назвать счастливым. Мама с утра до вечера усердно работала в придорожном кафе, чтобы прокормить детей. Вспоминая детство, Джонни сказал, «Мать ругалась, как моряк, играла в карты и постоянно курила». Его отец много пил и избивал жену и детей. Джонни начал ругаться с родителями и в 12 лет он начал курить и злоупотреблять алкоголем. В 1978 году родители Джонни Деппа развелись. Это только усугубило ситуацию. 15-летний молодой человек переехал жить в машину своего друга в знак протеста и начал экспериментировать с наркотиками. В результате его исключили из школы. Он попрощался с образованием и начал жить своей жизнью. В 12 лет мама подарила Джонни электрогитару, на которой он самостоятельно научился играть. В возрасте 16 лет он вступил в музыкальную группу Kids. И зарабатывал на жизнь гонорарами за выступления в ночных клубах, а также работал разнорабочим на стройках. В 20 лет Депп женился на гримерше Лори Эллисон, которая была на 5 лет старше его. Она познакомила Джонни с Николасом Кейджем. Кейдж уговорил Деппа встретиться с его агентом, который взял музыканта на прослушивание в фильм «Кошмар на улице вязов». Тронутая хорошей актерской игрой, ему досталась роль Глена, одного из главных героев истории. Актерская профессия зацепила Джонни, и он потратил заработанные деньги на актерское обучение. Привет, как дела? Депп успешно прошел прослушивание в новом подростковом сериале «Джамп Стрит 21». Сериал произвел фурор, и через несколько месяцев после премьеры ему пришлось буквально убегать от девушек-фанатов. Вы не слишком юны для полицейского. Вы как из фильма «Девушка в розовом». В 1989 году Деппу повезло получить роль в фильме Тима Бёртона «Эдвард. Руки и ножницы». Эта картина положила начало дружбе Тима Бёртона и Джонни Деппа. Позже он представил миру такие фильмы, как «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд». К началу 2000-х годов Джонни Депп снялся более чем в 30 фильмах, и интересы актера вызывали в основном независимые проекты. Однако новый масштабный проект студии Дисней, в частности, персонаж по имени Джек Воробей, вызвал неподельное любопытство актера. Он много работал над характером воробья, заимствуя большую часть привычек из образа гитариста Роулинг Стоун с Китой Ричардса. Много легенд ходит о количестве женщин в биографии Джонни Деппа. За эти годы его харизма и яркая внешность покоряли десятки женщин. С первой женой они прожили вместе два года, пока не расстались в 1985 году. Некоторое время спустя у Деппа появилась новая девушка, актриса Дженнифер Грей. Однако любовный роман закончился, не успев толком начаться, та же участь ждала и Шерри Лин Фенн, коллегу Деппа по Jump Street. В 1989 году актер встречался с 16-летней Вайнаной Райдер. Их отношения были безоблачными, у Деппа даже была татуировка на предплечье Вайнона навсегда. Покой испортили представители желтой прессы, которые постоянно писали о любовных похождениях Деппа. В мае 1993 года пара рассталась, и татуировка Деппа превратилась в вино навсегда. Отношения Джонни Деппа и Кейт Мосс были благом для папарацци и таблоидов. Оба актера славились тяжелым нравом, любовью к причудливым выходкам и пристрастием к алкоголю. В сентябре 1994 года в отеле Нью-Йорка, жители стали свидетелями шумного хаоса с криками и стульями, вылетающими из окна. Скандал закончился, когда полиция взяла Джонни Деппа в наручниках с порога. Причиной ареста стала ссора с Кейт Мосс. В том же году Депп познакомился с французской актрисой Иванесса Паради в картине «Девятые врата». Актер переехал в квартиру в пригороде Парижа, приобрел особняк и взял себя в руки ради нее. Казалось, Депп превратился в образцового семьянина. Приложив все усилия на воспитание детей, первенца Лили Роуз Мелоди и сына Джека. Кстати, дочь Деппа идет по стопам родителей. Она унаследовала красоту матери и актерский талант своего отца. Однако после 14 лет брака Депп бросил Ванессу ради любовной связи с актрисой Эмбер Ферд, с которой познакомился на съемках фильма «Ромовый дневник». Он был поражен ее эрудицией и образованием. В феврале 2015 года они обменялись свадебными клятвами. Однако в мае 2016 года, после года брака, Эмбер Ферд подала на развод. Причиной ссоры стали непримиримые разногласия. Документы были поданы 26 мая, через три дня после смерти матери Деппа. Эмбер через адвоката рассказала, что Депп напал на нее в наркотическом опьянении, порвал на ней нижнее белье и таскал по полу. Общественное сочувствие на стороне Джонни. Он представил доказательства в суде, что она была агрессором в семье. Субтитры сделал DimaTorzok